Посёлок Новодрожино некогда строился для работников тепличного комбината. Свои дома обслуживали сами, всё делалось, как говорится, для себя. Но времена изменились, предприятие перестало существовать, и жилой фонд потерял хозяйскую руку. Полгода назад обслуживанием домов начала заниматься областная эксплуатационная компания. С этого момента начались ещё большие проблемы. По мнению жителей, выборы управляющей компании прошли нечестно. Мы хотели провести ревизию того, что правильно посчитали голоса, правильно ли там нестеронок в каждом доме старший. Один человек на весь посёлок по всех домах старший. Такого тоже не может быть. Нонсенс. Но это случилось. И нам обещали с Анатолием Трофимовичем, когда закрывали дверь, что никакие документы останутся здесь. Мы остались в фойе поговорить. Через 15 минут вот эти дяди вышли с этим пластиковым чемоданчиком, уехали, и всё. В феврале месяце приходят квитанции нам на 11 тысяч. А нам начислили перерасход электроэнергии, откуда они взяли, хотя мы платим по счётчикам. Да, у меня идёт долг за февраль месяц. Остальное у меня всё оплачено. Но у меня долг на сегодняшний день 26 тысяч. За 14-й год была переплата 5 тысяч. Всё, Новый год с нуля начинается. Эти 5 тысяч я не могу уже ни в колхозе найти, ни у них, нигде. Чем руководствуются сотрудники бухгалтерии, трудно догадаться. Но, похоже, они лучше знают, сколько, к примеру, у того или иного жителя посёлка нагорает электроэнергия. Поскольку за нагоревшие 300 киловатт требуют платить как за 500. Недовольство в адрес управляющей компании на собрании высказали все жители. И касалось это не только расчёта коммунальных платежей. У нас во дворах нечисто, грязно, ступеньки ломаются. То есть дома рушатся. Просто я про дом уже не говорю, что его никогда не ремонтировали. Старшая по дому номер 3 Елена Степанова также затронула проблемы благоустройства. Не поддерживается порядок у домов. Мусороуборочными машинами разбиваются тротуары. Посёлок постепенно становится неухоженным, непривлекательным. Полуразрушенные лестники, подход к лифту, вход в лифт. У нас нет определения поэтажной кнопки. У нас первый этаж один, второй этаж двенадцать. То есть, допустим, гости, когда приходят, они в растерянности, на какую кнопку сжать. Множество писем написано жителями в адрес управляющей компании. На всё без толку. Валерий Черников предложил собрать круглый стол со старшими домов, чтобы обсудить те вопросы, которые жители подняли на собрание. Данный факт также был оценён как неудовлетворённым и противозаконом. Со стороны проверяющих органов, которые приезжали сюда, была комиссия, комплексная проверка управляющей компании, состояние домов, состояние придомовых территорий. И будем уже работать в этом направлении взаимодействия и с главой поселения, и со всеми теми структурными образованиями и учреждениями, от которых зависит нормальное функционирование данной территории. Поскольку депутат – это мост между исполнительной властью и жителями, то я думаю, что сегодня этот мост начал строиться. И я думаю, что в конце концов, действительно, мы отстаем интересы жителей, и будет всё так, как положено, и так, как должно по закону. Проблема существует, но она разрешима, считая Черников, и обещает приложить все усилия, чтобы помочь жителям своего избирательного округа.